Екатерина, вы же в Берлине. Скажите, пожалуйста, вы переживаете забастовки? Как-то с ними себя ассоциируете? Да, конечно. Всякий человек, который передвигается по Берлину, и в особенности всякий человек, который утром должен отправлять детей в школу, внимательно следит за графиком забастовочного движения. Будет ли работать сегодня автобусы, либо не будут работать сегодня С-баны или У-баны. Бастуют все это важная часть нашей берлинской жизни. Соответственно, если кто-то думает, что можно обойтись без общественного транспорта и передвигаться на такси, то нет. В забастовочные дни такси приходят долго, стоят дороже, и, в общем, тоже пользоваться им не так просто, как в дни обычные. Поэтому, да, разумеется, мы на все это вынуждены обращать внимание. Я хочу вместе с вами посмотреть опрос берлинцев, который мы провели. Мы спросили берлинцев, что они думают про забастовки, потому что их очень много уже. Включат нам их или нет? Не знаю. Студия пока думает, включать ли опрос. Включают. Забастовки – это хороший способ отстаивать интересы бастующих в условиях демократии. Должно ли государство вмешиваться? Здесь, в Германии, демократия, свобода мнений, право на демонстрации. Так и должно быть. Нет, пусть бастуют. Да, конечно, если железные дороги и их персонал бастуют так часто, страна парализована, и в какой-то момент это восстановится чересчур. Я уже не знаю, чего они требуют. Это влияет на наш транспорт. Это не очень хорошо. Может быть, следует наполовину сократить забастовку и определить, как долго это может продолжаться. Может быть, так лучше. Не знаю, мешает, когда нужно на работу, но я могу их понять. Вмешиваться? Государство ни в коем случае не должно вмешиваться. У нас хорошие профсоюзы, и этого достаточно. Екатерина, а как вы думаете, как бы россияне ответили на вопрос о забастовках и мешают ли они им? И должно ли вмешаться государство? Не видели ничего подобного и никаких неудобств не испытывали от этого. А вот от государственного вмешательства они испытывают не просто неудобства, а довольно жуткие последствия буквально каждый день. Я вообще должна сказать, что мне приходило в голову, что есть какая-то корреляция между осознанной невозможностью защитить свои настоящие права и такой избыточной придерживостью в потребительской сфере. Россияне очень капризные и разборчивые клиенты. Они ужасно сконцентрированы на вот этом самом своем комфорте. И авторитарное государство, зная об этом, их этим комфортом и вот этими потребительскими возможностями очень активно кормит. То есть те же самые люди, которые страшно возмущаются, когда им не нравится или недоступна какая-то услуга, или там интернет медленный или нет ночной доставки, совершенно... А в воскресенье магазины не работают. Да-да-да-да, да. Совершенно кротко приемлют чудовищное нарушение своих прав, никогда не возражают, боятся смотреть в глаза начальству, но зато уж на онлайн-магазине они отыграются. Я не очень понимаю, вот как, что называется, как политолог, мне не очень понятно, в чем эта корреляция, но ее нельзя не видеть. Такая компенсация. Ну вот в Германии, видимо, люди помнят слова пастора Немеллера, что вот сегодня бастуют железнодорожники, и если я не буду их поддерживать, то завтра я буду бастовать, за мной никто не придет, фактически. А вот все-таки в России, мы говорим, люди не склонны поддерживать бастующих, но какие-то все-таки забастовки-то в России были, вот помню, шахтеры касками звучали. Это в 90-е, это лихие 90-е. Мы с вами как-то, опять же, лихо, буквально как в 90-е, сказали, что россияне не поддерживают бастующих. Это неправда, и нам это неизвестно. В России подавляется профсоюзное движение, ему не дают сформироваться, его, так сказать, пространство политическое заполняется симулякрами вроде Федерации независимых профсоюзов России, которая структура совершенно... Следующая только Советского Союза... ...чего. Поэтому очень ограничены возможности защитить свои трудовые права. Тем не менее, это происходит, трудовые протесты происходят. Более того, я вам должна сказать, что вплоть до начала 20-х годов это был самый многочисленный статистический вид протеста в России. Они мало освещались, они редко выходили на федеральный уровень, тем не менее, они были многочисленны, и они были успешны. Особенно, конечно, успешны они были на тех предприятиях, владельцы которых были иностранцы. Поэтому на каком-то калужском автозаводе... Форд чуть не своими руками вырастил такой очень боевитый профсоюз, которого фордовцы из Иллинойса научили плохому. Как это калужский автопром в памяти каждого из нас. Но не только, не исключительно на иностранных предприятиях существовали, если не постоянно действующие реальные профсоюзные организации, потому что с этим все-таки борются полицейскими методами, то хотя бы какая-то адхок, так сказать, спонтанная, ситуативная самоорганизация, когда людям не нравились условия труда или оплата, и они, ну что называется, свои интересы отстаивали. Так вот, я назвала трудовые протесты успешными. Действительно, они были успешны в значительном числе случаев, потому что владельцы предприятий предпочитали договариваться. Разумеется, если вы находитесь в Норильске и работаете на предприятии, принадлежащие Норильскому Никелю, то вам, так сказать, трудно тут бастовать, потому что вам некуда деваться. Кругом одна вечная мерзлота. Но я должна сказать, что, возможно, через некоторое время, не сейчас, но через некоторое время, тот чудовищный дефицит кадров, который в России сейчас существует и который обречен ухудшаться, может привести к тому, что какая-то новая волна, так сказать, профсоюзной активности или просто правозащитной активности именно в сфере трудовых отношений у нас появится. Люди дороги стали, понимаете, нету их. По разным причинам, в которые мы сейчас не будем углубляться, все эти причины довольно грустные, но людей нету, работать особенно некому. Миграция сократилась, и перспектив ее, так сказать, роста большого тоже не видать при таком курсе рубля и при такой обстановке внутри страны. Молодежи было мало. Часть ее поубивали, часть разогнали. Большой отток кадров в военную сферу из гражданской. Соответственно, может возникнуть такая ситуация, как, помните, в Европе было после черной чумы. Много народу померло, оставшимся надо было деньги платить. Так в Европе, по крайней мере, в Западной Европе... Или крепостное право покрепче ввести, как в Пруссии или в России. Да, есть такое дело. Я рада, что вы помните эту историческую развилку. Тогда у тебя, как раз, в Европе разошлись. Да. А вот скажите, вот этот трудовой протест, это всегда умеренный прогресс в рамках законности, и не дай бог какую-то политику в это вмешать. Я помню, была история с независимым профсоюзом врачей и Алексей... Который сотрудничал с Навальным. Вот Алексей Навальный, по-моему, по своей инициативе поднял эту тему на флаг, и лидер этого профсоюза сразу очень сильно этого испугалась и поспешил от Навального отмежеваться. Мне кажется, не сразу, мне кажется, чуть попозже. Не совсем так там дело было, на нее оказывалось давление, и что-то ей там поломали. Это была действительно такая грустная, я бы сказала, заметная история, которая говорит нам о том, что реальное профсоюзное движение рассматривается как политическая угроза. Да, разумеется, мы с вами это знали, и, в общем, получили очередное подтверждение того же самого. Но я бы тут не проводила какую-то демаркацию между политическим и неполитическим протестом. Понимаете, вы же с политологом разговариваете. Протест — это политическое действие, и не бывает неполитического протеста. Когда люди говорят, мы вне политики, мы тут типа только за свои права... Но трудовые права, да, трудовые права — это же не за власть, это же за зарплату фактически, да? Борьба за свои права — это политическое действие. Окей. Поэтому, еще раз повторю, неполитического протеста не может быть. Когда говорится о неполитическом протесте, имеется в виду, что мы не про выборы, и мы не про там непрокадровую политику, да? Мы против властей не бунтуем, как говорит героиня театрального романа. Зачем же бунтовать? А вот они против властей не бунтуют, но на самом-то деле они бунтуют. Посмотрите, как с ними борются. Вот у, так сказать, высших администраций нет никаких сомнений насчет того, какой протест политический, какой неполитический. Люди собрались вместе, хотят что-то для себя против начальства, давят на начальство, чтобы оно им чего-то дало. Это и есть самая страшная политика, какая только бывает. Ну а если они борются... Мы же помним, еще один был... Не профсоюз, да, а борьба за трудовые права. Это Пикалева, где в результате пришел Путин и все решил. Путин, Путин, едет в Пикалево. А как вы думаете, да, почему он так быстро пришел и все решил, прям прибежал? Вроде не самое масштабное было событие, да, не то, что там миллионы какие-то вышли на улицу. И населенный пункт не самый большой, и количество участников тоже не поражает воображение. А опыт, целый президент приехал. Потому что, еще раз повторю, забастовка – это лом, против которого нет приема. Если вы можете организовать стачку, вы и власть можете поменять. Ну что с вами делать? Расстреливать вас? Заменять гастарбайтерами? Нету гастарбайтеров, так быстро не заменишь. Как вот, как быть? Приходится торговаться. Была очень интересная история. Там завод закрывали, который был никому не нужен. Да, он был убыточен. Там сначала закрыли алюминиевый завод, который был убыточен, а из-за этого закрылся рядом, по-моему, завод стройматериалов, который из-за этого остался без сырья и был не в состоянии платить за сырье для этих стройматериалов, если это не было отходами алюминиевого производства, которые отдавали практически за бесплатно. Ну, и хай бастует, жалко что ли. Как это? И что? О, люди-то это не отходы производства. Опять же, меня тут экономическая целесообразность меньше всего тревожит. Есть люди, у них есть права, они за свои права борются. То, что у них там один завод убыточный и другой прибыточный, это вообще не их печаль. У нас с этим эффективным менеджментом мы уже нахлебались всяческого горюшка, когда люди, уверовавшие в базисы надстройку, слишком, так сказать, слишком рьяно, думали, что все на свете объясняется, исчерпывается экономической целесообразностью. Это не так. Обязательства предприятия и обязательства государства перед гражданами, перед работниками никак не могут быть аннулированы, потому что сегодня у нас алюминиевая стружка стоит одну цену, а завтра другую. Екатерина, можно еще спрошу по поводу правил забастовок в России? Потому что вот в Германии, мы как раз пока готовились, выяснили, что здесь все так регламентировано, установлено, когда можно, когда нельзя. Да, это российского человека совершенно поражает. Бастуем до трех часов в пятницу. У нас, значит, страшный бунт до обеда, после обеда порядок. Да, совершенно верно. А в воскресенье вообще святой день, нельзя ничего. Не бастовать, не работать. А вот что касается российского законодательства в сфере забастовочной активности, насколько там... Потому что я пыталась даже вспомнить, когда последний раз законы, имеющие отношение к этой сфере, менялись в Госдуме, да, и вообще обсуждались. Мне кажется, что это было очень давно. Я посмотрел, был закон об урегулировании трудовых споров. 95-й год, ну и вот новая реакция Трудового кодекса, которая, по-моему, более свежая. Насколько это актуально вообще и соответствует сегодняшнему дню? Ну, смотрите, с одной стороны, некоторая, так сказать, рамка защиты прав трудящихся сохранена еще с советских времен, то есть граждане имеют право создавать профсоюзы на рабочих местах, право на забастовку также сформулировано, ну, кроме определенных профессий и кроме определенных методов, которые, как считается, там, ну, типа трассы нельзя перекрывать, да, в рамках этих самых протестов. Много чего нельзя. Мы знаем, как трудно, на самом деле уже невозможно собираться гражданам мирно без оружия, каковое право тоже постулировано в Конституции. Вот примерно так же и с правом на забастовку. Но надо сказать, что вот в тех трудовых конфликтах, о которых мы с вами говорили, которые мы называли и многочисленными, и эффективными, дело до самой забастовки чаще всего ведь не доходит. То есть собирается какая-то группа и начинаются переговоры с руководством. Вы нам это, а то мы вам то. И в общем, собственники, и даже еще до того, когда собственника дела дойдет, управленцы, стараются не доводить дело до греха, а как-то все-таки сторговываться и договариваться в достаточной степени заранее. Но на самом деле большая часть усилий направлена на то, чтобы люди не могли самоорганизоваться, чтобы вот не возникла этой самой группы, чтобы даже не встретились вместе. Ну и законы российские, они, конечно, так написаны, что формально-то вроде все и можно, а когда начинаешь смотреть детали, кому бастовать можно когда, и, в общем, получается, что большинству профессий нельзя. Сотрудникам... Ну, не совсем это так, да, ряду профессий нельзя. Действительно, тем, кто поддерживает, скажем так, жизнеобеспечение городов. Но, во-первых, кроме забастовки... Но от водителя трамваев или метро или поездов в России бастовать нельзя бы было. Да, да, у нас бы этого было ничего нельзя, потому что это считается, что это жизненно важная, жизнеобеспечивающая инфраструктура. Ну и вот то, что вы частично упомянули, есть у нас этот инструмент решения трудовых споров, трехсторонняя комиссия, состоящая из, ну, так сказать, на высшем уровне, из представителей правительства, парламента и профсоюзов. Вот это вот. Они, кстати, разрабатывали трудовой кодекс. Это такая довольно значимая была структура трехсторонней комиссии. Я еще помню ее в ее, так сказать, цветущем состоянии в конце 90-х, начале 2000-х годов. Но, еще раз повторю, в нынешней политической ситуации все усилия направлены на то, чтобы люди и не думали, ни в коем случае вообще не знали, чтобы им не приходило в голову, что они могут вот как-то так, так сказать, заговориться вместе. Да, ну, сначала договориться между собой, вообще осознать, что им что-то не додали, что вообще-то они на что-то имеют право, а потом какие-то предпринять действия в связи с этим. На самом деле, действительно, эффективность инструментария трудовых протестов такова, как мы видим в Германии, что, в общем, противопоставить ему особенно нечего. А еще раз давайте скажем, в той кадровой ситуации, в той ситуации с трудовыми ресурсами и трудовыми резервами, которая сложилась в России, и это просто будет совершенно безотказный прием, когда люди додумаются до того, чтобы... Что они вообще ценность, да, что они что-то из себя... На самом деле, да. Понимаете, сейчас интересный момент. И начальство еще не понимает, что людей нету и новых не подвезут. И люди не понимают, насколько их мало и насколько они, так сказать, дорого стоят. То есть, опять же, мы вот обругали Маркса, ну, точнее, не Маркса, а вульгаризацию марксизма. Давайте его похвалим. Противоречие между производительными силами и производственными отношениями, это вот наш исторический момент. Производственные отношения не дотягивают, отстают от производительных сил, которые стремительно меняются. Екатерина, я не могу вам не задать вопрос про Надеждина. Простите меня, пожалуйста. Я знаю, что вас уже спросили 200 раз, и вы... Ему сказали или еще нет? Ему завтра принимают решение, они отложили на один день. Они дали ему один день, чтобы подготовить возражения на замечания по подписям, понятно же. Но на самом деле меня волнует другой вопрос. Почему вообще Надеждина вот в этих управляемых выборах допустили до этой стадии? Как ему позволили собрать очереди? Ну, как ему позволили тыкать селедкой в нос избиркову, что вот у вас тут Ростов на дому? Что вообще за дискредитация в госорганах вообще? Зачем ему дали это сделать? Это, конечно, это управленческий просчет. Это управленческий просчет. Это ошибка. И я думаю, что у этого управленческого просчета будут интересные последствия. Как это в популярном нынче тексте, сегодня вечером на Патриарших будет интересная история. Но ее мы увидим потом, я думаю, что после выборов. Сейчас попробую... То есть полетят головы из администрации президента? Не исключено. Не исключено. Знаете, что скажут, так сказать, другие политические менеджеры, которые сидят в втором управлении ФСБ по защите конституционного строя, они скажут, Кириенко допустил этого Надеждина, потому что они старые дружбаны. Потому что тот у него помощником был еще в бытность Кириенко премьером. И вообще они все там криптолибералы. Сколько красным флагом ни маши, все равно в душе они пятая колонна. Вот до чего допустили, подвергли, значит, национального лидера риску, компрометируют электоральную процедуру, безобразничают. Одной рукой там какой-то, значит, бабушке памятник ставят неведомый, а другой рукой занимаются саботажем и диверсиями. Я вот прямо слышу этот дискурс. Поздравляю Сергея Владимировича Кириенко и всех прислых. И, ваше, молодцы, большие. Пусть им будет хорошо и весело, и пусть им будет чем заняться в ближайшие много-много месяцев. Так вот, а почему они устроили такую штуку? Ну, вообще, скажем так, автократии принимают глупые решения. Это с ними бывает, потому что у них обратной связи не хватает. Они там, так сказать, внутри своего пузыря сидят и верят в своё всемогущество безграничное и в мудрость свою тоже совершенно невообразимую. Ну, вот как Чаушеску на митинг ехал, куда там, в Тимишвар, по-моему. Все верят в народную любовь и все верят в крайне устойчивость своего положения. Но именно в этом специфическом случае я думаю, что их подвело распространённое когнитивное искажение, которому мы все подвержены. Мы склонны воспринимать знакомое как безопасное. Да. Понятно, да? Да, но уже сколько надеждин тут в разных выборах участвует. Да, да. Уже всё мы понимаем. У нас тут что уходит, да. 50 лет. Он пороха не выдумает, как это называется, звёзд с неба не хватает. Бразды не шортят. Будет рисковать за Борю Надеждина. Какие-то подписи он там будет собирать. Ну, пусть собирает. Господи боже мой. Он тут бегает у нас по коридорам. Уже бог знает сколько времени. Мы его знаем как облупленного. Какие от него риски? Тоже мне революционер, да. Не Робеспьер, как сказал президент про мэра Москвы почему-то. Довольно так загадочную фразу. Не Робеспьер Сергей Семёнович. Ну, Борис Борисович тоже, вот, наверное, не Дантон, да, не Ниссен-Жуст, не Марат, тем более, кого мы ещё вспомним из деятелей Великой Французской революции. Ну, пусть он там что-нибудь попрыгает. И вот. И вот что получилось. Вот так бывает, скажем, и норовоучительно. Таковы, так сказать, плоды самоуверенности, интеллектуальные лени и долгой привычки быть начальником. Понятно. Ну, в общем, посмотрим завтра, как это пойдёт у них в ЦИКе. Завтра они будут исправлять свою руковую ошибку, но уже поздно, понимаете. Фоточки с очередями уже люди увидели, развидеть их нельзя. За инкумбента не было очередей, за Бориса Борисовича Надеждина с его невеликой харизмой и, опять же, революционным жаром были очереди. И что вы с этим сделаете? Но за пределы очереди люди не пойдут. Они не выйдут на улицу. Нет, за пределы очереди люди не пойдут, но и очереди они не забудут. Как бы не более того, но и не менее. Спасибо большое. Екатерина Шульман была у нас в эфире.